А как вы собираете деньги без договора? Вообще, вы чё, да. Управляющая компания... Нет, нет, нет. Управляющая компания нам прописала все услуги, на которые мы делаем учтение, в том числе и коммунальные. Мы собираем и прописала также у поставщиков этих услуг. А у поставщиков у нас есть у правящей компании завод? У правящей компании есть договор. У правящей компании указано. С водограммом, с теплосетями. Я в том плане, что если завтра деньги пропадут, люди начнут обращаться в суд на вас, но они не смогут. У вас нет договора. Правильно? Ну, если там юридических предположений. С кого они не хотят? У нас уже были муниципальные компании, которые банковят. Мы собираем деньги на один счет неуправляющих компаний. На наш счет, который у нас. Вот, по оплате сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, вы перечисляете деньги напрямую на каналу и теплосети, и с той части перечисляете вручную компанию. Правильно? С той части, которая пришла на квитанции. Например, по квитанции пришло 5000 рублей. Из них там 1000 наслежания, текущий ремонт для управляющей компании. И остальные вручные группы от 4000 для теплосети. И эти 4000 мы подчисляем. Хорошо, тогда, я не знаю, может быть, кто-то канал не так ответил. Мне в черном попелке написано, что от вас денег никаких не поступает. Это ответ мне пришел 1.04. И как и раньше, я сейчас закончу, я вам могу отдать. Опи вы сейчас можете снять. Дальше причисляет мук ука гарант, ооо сикар, ооо сикар. Соответственно, как? Две расщепления? Во-первых, у нас мук сикар нету договора с мук сикар. И мы не поставили. Мук ука гарант, ооо сикар, ооо сикар. Ооо сикар у нас нет. Это уже ложная информация. Что касается гаранта сикар, мы делаем ущипление плутежей. Вот, мне пришел ответ. Сейчас уже его зачитали. По состоянию, он такой-то. Мук ука гарант не имеет договоров о мостной грузбит ЕРКЦ в связи с отсутствием дарительного тратка и комиссионное вознаграждение за сбор данных стресс. В связи с отсутствием договорных отношений с ооо мостной грузбит ЕРКЦ Водоканал не имеет данных о объеме платежей, в случае МООС, Наркозбыт и ЕРКЦ от оппонентов МОК Водоканал потребления и водоотведения. И коммунальные ресурсы также оплачиваются управляющими компаниями по договору с ЕРКЦ. Просто я точно не могу, что... Смотрите, если Водоканал является просто щипком у Гаранта и Сикара, у них не есть договора, мы делаем нащипление, потому что там много... Сикара нет водоканала, там полага нет. Вот МУК Гарант оплачивает по договору, например, такому вот, я не могу сказать, номер ЧС, МОС, Наркозбыт и ЕРКЦ, но деньги причисляет МУК Гарант, а не вы. Может быть, МУК Гарант, дело в том, что они еще нам передали долги, вы тянете свои долги еще? Вы полгода работаете. Но от нас тоже приходите, и не всегда хорошо провели свои деньги. Ни одной нет. Я не единственная. Хорошо, следующий вопрос я, в принципе, понял. Договор для жителей, потому что ко мне все жители обращаются и хотят увидеть договор между Вами и управляющей компанией. Никто его не показывает, ссылаясь на то, что там есть конфиденциальность, где же соглашение дарных возок этих лиц. Жители это третьи лица? Нет, я понимаю, смотрите, если бы вы обратились к нам, мы бы Вам не могли это подождать, поскольку нас наняла управляющая компания. Это она заключила с нами договор, поэтому Вам проще обратиться к управляющей компании. Она мне ответила, что в связи с конфиденциальностью она не имеет права открыть этот договор. Это вопрос, что это открытая структура, которая все прозрачивает. Я могу, как придет житель, я могу показать наши данные. А в средствах массовой информации выложить, информация возможна? Вы мне тоже не ответили. Я записал в три инстанции, в администрацию, в КЦ и в СИКА, что Вы мне предоставили договор. Да, лично я приносила, у меня даже есть письмо с отметкой, сходящим номером. Я приносила... Вы мне это указали на сайт. Да, я указала на сайт и сказала, что я не могу принести агентский договор, поскольку меня наняла управляющая компания. Хорошо, следующий вопрос. Какие комиссии берете Вы и какую комиссию берет Ваши субогенты? Как это? Если Вы читали закон, что вы видите ФС, Вы обязаны мне это ответить. Более того, я живу в доме, который обтуживает СИКА, который заключил свой договор. Из моего согласия. И я имею право Вас узнать, какой комиссионный сборник я плачу. Основатель СИКА. Как? Нет, я у Вас обязан узнать. И Вы обязаны... У Вас где касса находится? Можно узнать? Раньше на ВАЛОВ 50, сейчас на ВАЛОВ 21. Там информация-то есть? Скажите мне, на что ты делаешь? Кассе Вы без комиссии оплачиваете. Да и сейчас, конечно. Ну, значит, Вы никогда не ходили. Сейчас просто... Ну, просто у меня есть. У меня есть информация, если я знаю точно, а Вы себе говорите, то конечно. Хорошо, я просто посвящаю людей за одну... Мне пришли подарить пару копий Ваших договоров, где ясно идет 2% из ошибок начисленного. И еще раз, у меня есть еще один процент, который будет сниматься Вашим агентом, это новый кассовый центр, который здесь вот создается. То есть около 5% от значительной суммы мы будем платить никуда. Я про 5% сообщу. Уважаемый Никита, да. Что будет завтра? Будет завтра. Вы можете положить 20% от значительной суммы. Можно сказать, значит, что вы сказки не рассказывали. Вы человек, как умный. Значит, вопросы, которые Вы задали в новом сервере, я читал. Мы на все эти вопросы ответим. А предполагать, вот тут сидеть, что будет 5, 6, 10. Ну, это сказки. Это нужно на эмоциях женщин, которые не совсем разбираются, тут играют. Я закончу себе вопрос, да, для того все стало понятно. Я лично Вас или Ваших прокуророк приглашаю 19 июня на Совет Депутатов, где вопросы мы будем разбирать. И у меня будет предложение праведность прокуратуры и ОБЭП, потому что я уверен, что это враскает схема. Вы просто никому не нужны посредник, только этот процент. Если мы хотим расщепление, уважаемые инспекции, давайте выказал свою аквитанцию и звоним еще. Убирайте непосредственный способ управления. И, пожалуйста, у нас таких 70 домов, которые напрямую в ладь. Я вижу три человека.